Люберецкую областную больницу продолжают оснащать современным высокотехнологичным оборудованием. Первых пациентов уже готовы принять рентген-кабинет и второй ангиографический комплекс. С их открытием на новый уровень выйдет оказание не только экстренной, но и плановой медицинской помощи. Подробнее расскажет наш корреспондент. Капитальный ремонт завершили. Стены покрыли специальными свинцовыми листами для защиты от вредного излучения. Установили рентгеновский диагностический комплекс. Аппарат рассчитан на три рабочих места и уже готов к работе. Первых пациентов скоро примет и второй ангиографический комплекс. Данная установка позволит принимать экстренных и плановых пациентов, которые подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Ангиографическая установка, вторая в Люберецкой областной больнице, была размещена на первом этаже регионального сосудистого центра для того, чтобы минимизировать время от поступления пациента до его подачи в рентгеноперационную. Так называемая дверь-баллон, которая должна быть, чем меньше, тем лучше. Поступающий у больного его осматривает кардиолог-арентгенедвискулярный хирург, и он напрямую, минуя приемное отделение, сразу попадает в рентгеноперационную. Ангиографический аппарат предназначен для лечения больных с инсультом и острым инфарктом миокарда. Его мощность позволяет проводить на высоком уровне малоинвазивные операции по коронарографии сосудов сердца, различные нейрохирургические вмешательства. Можно выполнять большое количество диагностических вмешательств на орте, на сосудах шеи, на сосудах головного мозга. Также этот аппарат оснащен функцией измерения скорости кровотока в сосудах коронарных, что позволяет нам оценивать, нужно ли выполнять вмешательство операции стентирования. Сразу из операционной можно сделать замеры сосудов. В 2022 году Люберецкую областную больницу оснастили еще двумя рентгеноператами – флюорографом, маммографом, аппаратом МРТ и ангиографическим комплексом. Такое количество тяжелого медицинского оборудования позволит ускорить и прохождение наших пациентов, наших больных, которые стоят в очереди, в очереди на плановую операцию. Вот такое оборудование позволит ускорить ожидание этой очереди и как можно быстрее сделать ту необходимую процедуру медицинскую, которую ждет конкретный человек. Всего в медицинские учреждения округа в прошлом году поступило более 200 единиц медицинского оборудования.